Всем большой-большой привет, всем здравствуйте! А мы едем в город Тимиртау. Сегодня устроили себе выходной. Хотим поездить, покататься, погулять. Город посмотрим. В общем, у нас будет выходной. Сейчас хотим проехать в супермаркет, в котором мы в прошлый раз были. Там был кинотеатр. Если нам повезет, то, может, мы даже посмотрим какой-нибудь мультфильм или фильм. Вчера был дождь, а сегодня, смотрите, как будто бы его и не было. Но это и хорошо. Я боялась, что неделя будет стоять холодов. Промочил землю. Вчера был выходной в огороде. Мы даже не выходили. А сегодня этот номер уже не прокатит. Уже с утра парит солнце. Мы в прошлый раз были здесь. Ремонт был и до сих пор. Дорогу, что ли, делают, не пойму. Биосфера. Корзина. Хороший город. Я уже повторялась несколько раз. Мне очень нравится. Компактный, чистый. Хоть говорят, здесь загазованность большая из-за завода. Но как-то я смотрела, мне кажется, здесь даже квартиры, жилье стоит так же, как и в Караганде. Мы когда дом искали, сравнивали цены. Мне кажется, не было дешево. Такие же цены были. Надо ради интереса глянуть. А мы едем в Элем. Элем ищем. Элем. От нас 11 километров город Тимиртау. Хорошо рядом, да? Читается город Спутник. Ну, мы быстро нашли, недолго искали. Я думала, долго будем искать. Нет, вот он наш супермаркет, которому. У нас насти очень глазастая. Да. Настя очень глазастая и быстро увидела. А вот так она память хорошая. Где в прошлый раз был, хорошо запоминает. У меня, говорит, память хорошая. Я где ужинаю и всегда туда завтракать прихожу. Да, да, да. Пойдем искать. Мама сейчас сказала, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Ты идешь, как будто знаешь. Ты сколько народу. Сюда бы кошелек, да, потолще, да? Куда-то пойти. Подожди. А, нет. Я точно-то не помню. По-моему, да, четвертый. Может, тебе кепку купить? Да, Кен забыл дома кепку и нервничает теперь. Вот, пинтабар. Здесь есть 5D зал и какой-то еще простой. Ну, мы, наверное, решили, что пойдем в 5D. Теперь себе мороженка пока ждем. Сейчас будем пробовать. Давай. Короче, не знаю. Который в простом кинозале. Простой фильм. Он американский. Мы такие не очень любим. В 5D что-то закрыто. Никого нет. Купили мороженое, стоим ждем. Не решили, что буду делать. Для детей какая красота. Для детей какая красота. Смотрите, какой выбор здесь. И мы выбрали вот. Китайская стена. Через 10 минут будем заходить. Ой, вот горки в Амазонке. Наверное, тоже ходовой, нет? Да, у нас сейчас тут меньше. В общем, на таких, на таких, тогда было 5D или 7D. Здесь сколько, 5D? Лет 7 назад, наверное, мы ходили, когда приезжала я в Тосно. Мне так нравилось, такой адреналин. Сейчас тыкнем стариной. Ну, не знаю, все равно очкую. И мы такие, тети, ждем. Сидим и ждем в своей очереди. Ну, все, мы сели, ждем. Ура! Вышли мы с этого кинотеатра. Очень всем понравилось. Очень страшно и весело. Зарядились адреналином. В общем, класс. Хотели пойти на американский фильм, но он будет идти 2 часа. И, ну, фильм такой не очень. Передумали. Лучше мы сейчас пойдем еще на одни горки сходим. По деньгам будет то же самое. И сэкономим время. И, как бы, зарядимся еще адреналинчиком. А потом погуляем немножко. И хотим еще сходить в какое-нибудь кафе посидеть. У нас сегодня выходной. Мы делаем это весьма редко. Так что, по поводу приезда сестры, можем себе это позволить. Что, вот, лотик спросил бы? Ну, и ребенок чуть не упал. Балуется, балуется. Видите, что делает? Мы вернулись. Сейчас пойдем еще. Сейчас туалет сначала найдем, а потом пойдем еще на один сеанс сходим, а потом уже пойдем дальше. Да, да, кем вроде спросил. Да нет, здесь секции и кружки какие-то. Ну, да, 30. Зачем? 10 же. Все, с облегчением у нас, с облегчением. Красота. Ходишь, гуляешь, ни о чем не думаешь. Хорошо отдыхать, да? В общем, выбрали мы себе вот этот на этот раз. Бешеное бревно. Посмотрим. 6-10 минут будет идти. Все, идем на выход. Вышли, коленки трясутся, адреналин зашкаливает. Это потому, что мы в детстве не получали столько эмоций, не могли себе такого позволить. Вот поэтому нас теперь тянет на детские аттракционы. Ну, мне и раньше это нравилось, и сейчас нравится. А вот в парк я уже не могу кататься на аттракционах настоящих. Уже лет 7 назад пробовала, и все сказала, это было последнее. Ага. Коктейльчики, как у нас. У нас сегодня настоящий отдых, настоящий выходной, как положено. Наслаждаемся, доставляем себе удовольствие. Здесь так парфюмами пахнет. Настя идет, как будто она здесь все знает, мы за ней. Настя, Настя, Вышли мы здесь рядышком пиццерия. Заказали мы себе вот такую, вот такую пиццу. И заказали, покажи, Настя, какой лимонадик. Здесь музыка, блин, нельзя снимать, когда музыка. Тут много всего вкусного есть, вкусняшечки. Вот такой мы заказали. Ага, не знаем, сейчас что принесут, но ждем. Музыки нету, хочу показать вам меню вообще, что у них здесь бывает. Листай, Настя, то я. Так, крем-суп брокколи, крем-гребной суп, сырный крем-суп. Вот у нас сырный крем-суп, это в нашем ресторане, у нас тоже в меню есть. Настя, работа в ресторане, просто поэтому он так говорит, в нашем ресторане у нас нет личного ресторана. А, ну личного нету, да, я про свою работу. Пока нету, временно нет. Временно. Так, это что у нас, значит, наггетсы куриные. Сколько стоит наггетсы? Здесь что-то без цен, даром, видимо. 1700. 1800, да, почти что. Да, 1800. Ой, нам уже несут так быстро. Цена через... Я только напитки. Минут 15? 13. Может, меньше, надо. Спасибо. Далей лимонадик, попросилась. Нет, все, заберите, да? Мне не терпится грохнуть мой любимый напиточек. Вон, мяту, ты же любишь мяту. Сейчас попробуем. Мы взяли вишневый. Да? Тоже вкусно. Мята все-таки делает свое дело. И введение. Вкусно. В следующий раз, значит, можно будет взять вишневый сироп тоже. Дождались мы свою деревенскую пиццу. Давайте берите, скажите, вкусно, нет? Наверное, вкусненькое. Тесто тоненькое. Вкусная, да? А в лимонаде не хватает льда, и он теплый. Опять я им не поставлю такой лимонад. Я дома лучше сделаю. Все, нам было очень-очень вкусненько. Спасибо большому этому дому. Поедем дальше. Заплатили мы за наш вот этот перекус 6300, кому интересно. Все, едем домой. Да вот давайте возле машины. Хотим сейчас еще по дороге заехать на Чикалское водохранилище, посмотреть обстановочку. Ну, погнали наши городских. Выезжаем из Тимиртау. Сейчас по пути, говорит, будет нам Чикалское водохранилище. Еще заглянем туда, проверим, что там творится. Покажу вам опять немножко Тимиртау. Вон там корзина. И мне у них очень нравится зоомагазин Волна на выезде там есть. Раньше часто приезжала, когда у меня были птички, приезжала к ним сюда. Видите, вот тут находится храм и сразу напротив мечеть. У нас в Казахстане во многих местах так через дорогу находятся священные места. Мы едем, едем, конца и края не видать. Дорога вообще ужасная, как на коне как будто скачем. Кочка на кочке, ямка на ямке. Едем, едем и не знаю когда приедем. Зачем так далеко ехать? Не факт, что там сейчас еще будет все хорошо. Покажу вам немножко, какие у нас степи. Отсюда хорошо видно, видите, бескрайние степи Казахстана. Вон, где-то там вдалеке виднеется. Надеюсь, сейчас приедем. Третья машина нам попалась. Две легковушки, вот одна вот такая строительная какая-то. Вот здесь понастроили заводы, раньше их не было, да, Кен говорит. Это я для тех, кто раньше жил, все, наверное, знают Чикавское водохранилище. Это, наверное, от завода машины стоят. Солнце светит, я ничего не вижу. Вон, видите, а что изготовляют эти заводы, интересно? столько много их. Я даже не знала, что у нас рядом с нами столько заводов. Вот этих не было, когда я был здесь. Не было вот этого. Тогда ты был в детстве? Ну, лет 20 назад. Вот это была карьера, а вот этого не было. Там много здесь. Карьера, это же не завод или завод? Тоже завод проход есть. Не знаем, что это. В общем, что-то понастроили. Не знаю, видно вам или нет. Вот здесь детский лагерь то ли раньше был, то ли до сих пор мы не можем понять функционирует или нет. в постройке вон там все есть. А вон там на речке даже кто-то купается. Я отсюда вижу. А ты говоришь ни одного человека. Ой, какая хохлатая. Китайская хохлатая собачка пробежала. Это она что, сбежала же? Не знаю. Может здесь сбросили ее. Подожди, давай посмотрим. Вот посмотри. и отдыхающих тоже много. Вот две машины. Вон, вон, по всему берегу, а ты говоришь, никого нету. Это мало. А, мы думали, одни мы такие умные, приедем, никого нету. Куда ты разворачиваешься? Встанут здесь. Вот люди купаются. Смотрите, ну, красота, конечно. Дорога не айс, но зато если приехал, то уже приехал. Все побережье вон занято, начиная оттуда и туда отдыхают люди. Ну, собаками нет, конечно, сюда, потому что люди здесь по-любому будут, а я не люблю. Потом собаки начинают бегать, как Еврик в тот раз перебежал куда-то к людям и сидел у них там, пока те шашлыки не пожарили. Пахнет уже тиной или чем сказать, ну, водой. Прям запах. Вон там мужчина прям шоколадный. Загорел как не знаю кто. Вот шоколадный. Ну, и вон там все сидят загорают. Красота! Не могу много снимать, потому что там играет музыка, и я быстро-быстро ухожу оттуда. Ну, а что, люди отдыхают, поэтому музыка у них, крики, визги везде. Красота! Сразу захотелось расстелить какой-нибудь коврик, прилечь с палочкой шашлычка. Ну, увы, обломайся, Ира, иди в машину, езжай домой. Огород поливать уже надо, а то мы целый день гуляем, гуляем, а нас еще огород ждет. Так что все, едем домой. Посмотрели, ну да, отдыхать здесь, конечно, можно, но с лодкой нельзя, до кем пошел, спросил, сказали, штраф за лодку. Ну, шашлыки потихоньку жарят, значит, наверное, шашлыки можно. Ну, все, мы едем домой. Ну, что, едем назад, посмотрели, да, место для отдыха действительно нормальное, правда, пока доедешь, все нервы истратишь, но зато, когда приедешь, уже место хорошее. Надо ехать, надо будет собраться только ни одной машины, а несколько машин, и собак, конечно, нет, брать туда не пойдет. Почему? Ну, мне кажется, там людей будет много, ну, хотя в будний день, может, будет и немного, или на другой берег тогда уехать. Ну, посмотрим. У нас еще все лето впереди, главное, теперь знаем, что сюда можно. по пути приехали, заехали, вернее, в магазин, хотим купить хлеба. Сельский магазинчик вот такой. Сейчас посмотрим, есть тут хлеб или нет. вот такой-то и маленький магазин большой. Это все, что по хлебу осталось, да? Уже вечер, хлеба нету, сейчас пойдем, поедем в следующий. Ой, смотрите, кто-то насыпает кошек, кормит, да? Смотрите, мир не без добрых людей, да? Кто-то взял и насыпал, видимо, здесь кошка какая-то сидела или котенок, взяли, насыпали корма. Молодцы, респект таким людям. Едем в следующий магазин, по пути три магазина, наверное, где-нибудь будет хлеб, не захотели через центр ехать, через центральные супермаркеты. Это, кто знает, у нас старая Тихоновка для местных, ну, кто раньше жил, тот знает, автобаза. А это не одно, это уже старая Тихоновка? Это автобаза. А, вот так он меня поправляет, что это автобаза. Ну, просто ты же говоришь, что магазинчики в этом, в Тихоновке. Ну, Тихоновка вон она. А, мы еще не доехали. Нет. В общем, едем через старую Тихоновку. Настя говорит, нифига там хлеба не будет, потому что уже вечер. Надо было, говорит, через центр ехать. Ну, я думаю, что будет. Посмотрим, кто из нас сейчас будет прав. Опять магазинов здесь. Что, пройдем что-то. Это что, кладбище? Да, снимали. почему? Какой большой ужас. Мне всегда так жутко, когда при дорогах стоит кладбище. Не знаю, почему. Это вот, большой памятник, этот завод взорвался. Это тоже кладбище, где папа у нас похоронил? Да. А, что, с другой стороны, я и не узнала, это кладбище, блин, опять. Неприятно, проезжаешь мимо кладбище, мне не нравится. Во, нашли какой-то мини-маркет. Да, здесь все так. Есть здесь хлеб, купили два булки, все, выхватим. И в сумочку положишь. Покажи, какой хлеб. А, ну, обычный хлеб. Все, ребят, на этом наше сегодня путешествие заканчивается. Выходной наш подходит к концу. Сейчас хлеб купили, да, быстро переодеваемся и поливать огород. На сегодня мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Спасибо за просмотры, спасибо за лайки и за комментарии. Всем пока, до завтра.